Леон должен стать на прилавках, должен появиться на прилавках наших магазинов. Амбициозные планы и такие Лев Каленов ставил себе всегда. За их достижение медаль Героя Труда директор Убийской ленопредельной компании пристегнул полпред в Сибири Анатолий Серышев. Ордена и медали в этот день вручили порядка 30 специалистам аграрной сферы края. Так начался день поля – масштабный агрофорум, на котором встречаются фермеры, животноводы, производители техники и семян. Порядка 1500 тонн оригинальных семян мы производим. Их приобретает наше элитно-семеноводческое хозяйство. И в пределах 17 тысяч тонн элиты предоставляем для наших сельхозтоваропроизводителей. Алтайские селекционеры закрывают 60% потребностей фермеров края. Опасения сельхозпроизводителей год назад о том, что им нечего будет сеять, не оправдались. А сейчас к семенам алтайской селекции присматриваются уже соседние регионы Казахстана и Монголия. Потенциал этой сферы оценил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, который приехал в край специально на День поля. Главе ведомства представили и новинки машиностроения. Например, новый трактор «Кировец», для которого производят на Алтае шины, диски и элементы топливной системы. Или агрегат для внесения жидких удобрений в почву. Движение влево-право, то есть ограничители хода, для того, чтобы не было излома иглы. Трактор, когда едет вперед, он не имеет прямолинейности движения. То есть он может где-то вилять, где-то что-то объезжать препятствия. Соответственно, если он начнет поворачивать, весь агрегат 12 метров тоже начнет поворачивать. Чтобы не ломалась игла, есть именно вот это движение. А рядом с отечественными машинами стояла техника с иероглифами – нюансы, отвечающие духу времени. Например, этот трактор приехал из Китая. Его производитель не просто делает ставку на Россию, но и приспосабливается под запросы российских фермеров. Поменяли кабину, установили, взяли поршневой насос. Мы ведем переговоры, чтобы все-таки они автоматическую коробку поставили. Более внутри, скажем так, кабину под привычный уже европейский стандарт переработали. Отечественная и китайская техника почти вдвое доступнее российскому фермеру, чем европейская или американская. И чаще всего аграрии делают выбор в пользу именно отечественных машин. На Китай смотрите? Смотрим, помаленьше. Никак? Пока никак. Просто смотрим. Не впечатляет или все равно стриотип? Сервис идет. Успешным прошедший год оказался для всей агросферы края. Уровень рентабельности алтайских сельхозпроизводителей превысил среднероссийский. Урожай достиг рекордных объемов, несмотря на непростые погодные условия. С погодой нелегко и сейчас. В Алтайском крае достаточно большое есть большие площади, башни, где ни одной капли осадков не было ни в течение всей весны, ни в течение пока что всего июня. Настоящие профессионалы своего дела и в прошлом году, и в позапрошлом, несмотря на все испытания, которые и тогда, внешние факторы и обстоятельства нам устраивают, умеют и знают, как даже в сложных условиях давать действительно рекордные результаты. Поэтому уже который год алтайские аграрии бьют рекорды, а в 2023-м увеличили площади под Гречиху. Площадь под ключевой для нашего региона культуры Гречихи превысила 700 тысяч гектаров. И я вас хочу поблагодарить. У нас Гречиха всегда такая достаточно капризная культура с точки зрения и цен на нее, и достатка в магазинах. Но если мы увеличиваем площадь, значит, ожидаем большего урожая и меньших колебаний с точки зрения цены. Ход посевной кампании в крае и в целом в стране подробно обсудили на оперативном штабе министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева. С главой края он поднял вопрос объемов производства, ключевых проблем сферы и мер поддержки аграриев. Мы скорректировали механизм расчета экспортных пошлик. Это позволит снизить финансовую нагрузку на отрасли. До ноября включительно продлен комплекс мер по стабилизации цен на рынке минеральных удобрений. Министр подчеркнул, что федеральное ведомство готово оказать поддержку Алтайскому краю. В 2023-м регион участвует в семи мероприятиях по комплексному развитию сельских территорий, на что получил 350 миллионов рублей. Это деньги на строительство жилья, дорог и благоустройства. Кроме того, Виктор Томенко обратился с просьбой доп. финансирования аграрного вуза края и поддержки некоторых других отраслей. Обсудили ситуацию, складывающуюся на рынке молока, в перспективах ее дальнейшего развития зерновых интервенций, которые предположительно будет делать осенью Минсельхоз, ну и возможности расширения сбыта. Продукции нашими предприятиями, фермерами, хозяйствами, в том числе используя направление сегодня на восток, там, где мы тоже сегодня пока что еще присматриваемся, делаем только первые шаги по возможному участию в проекте сухопутного зернового коридора на Китае. День поля – еще один способ решать вопросы сбыта поставок реализации продукции. Ежегодно в рамках агрофорума заключаются десятки соглашений о партнерстве. В этом году в мероприятии приняло участие больше 330 компаний. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком.